Какой участок свободен, а какой находится в пользовании, сколько гектаров земли возможно отдать под строительство жилья. О том, как пополняется единый информационный ресурс свободных от застройки участков Чувашия, журналистам рассказала министр имущественных и земельных отношений Светлана Янилина. Сведения на едином информационном ресурсе размещены по 47 участкам. Это без малого 204 гектара. Семь участков находятся в республиканской собственности, остальные в реестре значатся как муниципальные земли. Безусловно, список должен пополняться. Эта задача ложится на глав муниципальных образований. Они не только должны держать под контролем абсолютно все земли, но и видеть их перспективу. Неэффективные земельные участки, они могут быть не сформированы на сегодняшний день. То есть, может быть, один массив, допустим, площадью 1 гектар, из них используется всего-то 0,2 гектара. 0,8 гектаров оно не используется предприятием или учреждением муниципальным. То есть, вы сформируете этот участок и его будете использовать как раз для включения единый информационный ресурс. Создание единого информационного ресурса – это не сама цель. То есть, это то промежуточное звено, то отрывная точка, где еще мы более плодотворно должны с вами работать. Дальше мы должны найти инвесторов для того, чтобы использовать этот земельный участок. Отдельное внимание уделено исполнению закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. На 5 марта землю получили 1130 семей. Остальные ждут, пока муниципалитеты решат земельные вопросы в их пользу. Количество многодетных семей. Из них нуждается в улучшении жилищных условий 1857. Каждый раз приходится в любых совещаниях, в любого уровня отмечать на достоверность предоставления информации вами. Сегодня 3303 семей обратились в районы и города за тем, чтобы поставить их на учет для получения земель. Из них 2924 – это 89% поставлено на учет. Понятно, что в сельских районах подобрать земельный участок проще, чем в городских округах. Но городские власти не должны отговариваться отсутствием свободных территорий. В Новочебоксарске за прошедший год земельный участок получила только одна семья. Это недопустимо. В ближайшее время рабочая группа Миномущества планирует побывать во всех проблемных муниципалитетах, чтобы вместе с их руководством сдвинуть дело с мертвой точки. Данифа Тагерова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.